Всем привет и добро пожаловать на мой видеоблог. Сегодня я перед вами в новом прикиде. Я купила себе вот такую толстую бочку. Видите, Дом и Джерри. Сзади у меня тут такой, не знаю, видно вам или нет, такой красивый рисунок, картинка с изображением героев. Ну а здесь тоже эмблема. Всем известная. В общем, я очень довольна. Она такая тёплая. Её можно вот так вот одеть, как я люблю. Всё такое комфортное, тёпленькое. Покупала я её на Вальберес. Пришла она буквально за три дня. Так что долго я не ждала. Ещё одна покупка. Это ботинки, которые я купила в распродаже. Я вообще любитель распродаж. Вот такие вот ботинки. Сейчас это очень модная вот такая рифлёная подошва. Они вообще осенне-весенние, я считаю. Ну, на такую слякозную погоду, если будет ноль, то вполне можно будет пойти. Вот, фирма. Китайская какая-то. Вот. Суммэ. Ещё одна приятная покупка – это духи. Я их очень люблю. Они продаются в Золотом Яблоке, но можно заказать и оказывается на Яндекс.Маркете. Первые у меня очень хорошо пошли. Вот. Я купила вторые. Вот. А это мне заказали. Сын заказал. Вот. Называется вот серия, видите, Clutch Collection. Они вкусно очень пахнут. Запах такой тропических фруктов и свежести. Вот. Очень приятные ощущения. Я их очень люблю. Ещё одна покупка я сейчас вам покажу. Куплена по распродаже в Хаэме. Насколько вы знаете, в Хаэме закрывается. На некоторых уже площадках он тоже закрылся. Ещё одна такая толстовка салатового цвета. Вот. Он цвет немножко более блеклый, чем. Ну, она такая приятная. И ещё я сейчас хотела вам показать то, что мне подарили на Новый год. Это такая штучка, клавиатура, которая позволяет управлять на экране монитора, как будто вы на клавиатуре набираете удалённо какие-то команды. Вот. Можно запросы делать в строке браузера. Фактически это удалённая клавиатура. Беспроводная. Вот. Мне подарили, чтобы мы могли смотреть на телевизоре фильмы, вбивать название или там какой-то делать поиск, каких-то передач. Вот. Это мне тоже очень надо. Что ещё хотела вам рассказать? Из покупок это, пожалуй, всё. Так вот, коротенечко. И я очень люблю покупать вообще регулярно ещё разные косметические вещи. Это отдельный ролик, я сниму, покажу вам. Вот. Но что я хочу сказать. Вот. Поделитесь со мной своими впечатлениями. Какие у вас к Новому году есть желания, чтобы вы могли их реализовать сами? Потому что есть какие-то такие нереальные желания, да, например, купить дом, купить там, не знаю, машину. А есть вот обычные такие же желания, типа купить какую-то очередную тряпку, для того, чтобы потом в ней просто тепло было. Вот. Вот из этих таких вот небольших желаний расскажите. И ещё напишите, пожалуйста, сгадали ли бы вы на следующий год какую-то мечту. Потому что очень важно иметь свою мечту. Я её тоже имею. Это моя тайна. Я с ней ни с кем пока не поделюсь. Вот. Когда она сбудется, возможно, я расскажу. Пока ещё не время. Но вот в этом году, если подводить итоги, то я написала в этом году две книги. Добрые рассказы я издала. И вторую книгу я написала в маркетинг-блоге «Блог с котом». Ссылка под этим видео. Можете зайти, посмотреть мой аккаунт в социальной сети. Мы не будем говорить, какой розовый. Там начало этой книги, вот, а окончание платно будет размещено, я надеюсь, в издательстве в скором времени. Там рассказать, какие были мечты. Мечты были такие, что хотелось жить в мире, хотелось путешествовать. Вот. Но чтобы путешествовать, нужны деньги, нужны карточки. В этом году мне удалось как-то это всё так совместить, что получилось путешествие. Вот. И карточки какие-то там даже появились. Но это не мечты, это скорее реализованные дела. А что вы хотели бы, чтобы у вас сбылось? Вот если у вас такая мечта есть, напишите, сбылась ли ваша мечта в этом году? Какие вы ставили цели, желания? Мне было бы интересно с вами поделиться. А ещё я хотела вас немножечко загрузить в такой темы, как... Что вы смотрите? Какие вы смотрите? Передачи, фильмы, чтобы либо себя развлекать, либо получать какие-то новые знания. Вот. Посоветуйте мне какую-то интересную, возможно, передачу, фильмы или, возможно, блогера, которых вы смотрите. Кто из... По вашему мнению, какой вид контента вам кажется наиболее интересным. Потому что мне, например, в последнее время стало как-то скучно снимать про кино. То ли я уже как-то присущение произошла, то ли уже как-то фильмы, которые я смотрю, меня уже сильно не добавляют. Я даже не посмотрела. И по ним не снимаю кинообзоры, потому что сюжет примерно одинаковый. Вот. И тема тоже одна и та же. Поэтому, ну, например, в «Офисе» показывают несколько сюжетных линий. Как кто-то ссорится, милится, расходится, происходят какие-то измены, в общем, потраты. Всё это одно и то же. Поэтому мне не хочется уже как-то пересказывать такие фильмы. И мне бы хотелось смотреть фильмы о подобии, как я недавно смотрела. Какую вам назвать? Просто я в таких фильмах, которые я в блоге прошу почитать. Я вам отдельно сделаю ролик про фильмы, которые мне очень понравились. Он такой хорошо. Если кто-то берёт больше трёх тысяч лайков, я сниму как раз какие-то новые фильмы, передачи, которые я бы посмотрела, и которые я бы вам порекомендовалась, тоже посмотрите. А, я забыла сказать. Подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик под этим видео, чтобы вы в курсе о выходе новых видео. И не забывайте, что раз в неделю я вас рада в новом видео. Поэтому будьте благодарны, ставьте лайки. И вам хорошо, и мне хорошо. Всем пока-пока.